Недавно я ехал со скоростью 160 км в час, но потерял управление, перевернулся раз 10 и оказался на полпути к обрыву. Но я выбрался оттуда без единой царапины. Ладно, на самом деле я играл в GTA, но некоторым людям действительно... А сегодня у нас очередной стендап от WTF Factor, ребята, с юмором, с чернушным, возможно, я не знаю, везунчики, которые пережили невероятное аж часть 9. Поехали! Удалось избежать смерти благодаря огромному везению. От взрывных унитазов до падения овчан с жидким шоколадом. Давайте взглянем на удачливых людей, которые пережили невероятное... Ну давайте посмотрим, конечно, на них. Ха, жизнь. Это звучит как-то нереалистично, конечно. Лыжное падение. Я не катаюсь на лыжах, потому что для меня отпуск это тёплые солнечные пляжи, а не холод где-то высоко в горах. Я тоже не катаюсь на лыжах, но не по этой причине. Я просто не умею на них кататься и точно уверен, что наебанусь, поэтому, пожалуй, нет. И недавно я увидел видео, которое отпугнуло меня ещё больше. В апреле 22-го года опытный лыжник катался по склонам французских альп, когда произошло это. Там... Ооо, подожди. А, нифига. Куда он упал, я сейчас не понимаю. В пещеру куда-то провалился, что ли, или что? Куда он там летит-то? Охренеть, это так страшно. Это такая страшная хрень. Там просто бездонная какая-то... Что это такое-то? Лыжник провалился сквозь снег и лёд прямо в глубокую расщелину и пролетел 15 метров. Что это за расщелина такая? Что она какая-то бесконечная? Прежде чем сумел зацепиться лыжами за тонкий выступ и остановиться. Офигеть. Блин, самое жёсткое-то, а как он потом выбирался, да, оттуда? Мне страшно просто смотреть на это. Да, это страшно. Благодаря удаче и умелой работе других лыжников, его удалось вытащить из ледяной пропасти с помощью верёвок. Просто кошмарно было бы, если бы там рядом никого не оказалось, и как ему оттуда выбираться? Просто как? Жесть. Но на это ушло несколько часов. Ага. И это не единственный такой случай. Так как 22-й год был более... Жеееееееееее... О, блядь. Просто, понимаешь, он мог провалиться на самое дно, и всё, без шансов. Кошмар. Вот поэтому я на лыжах и не катаюсь. Не, ладно, не поэтому, просто катаюсь. Не катался ни разу ни на лыжах, ни на коньках, ни на сноуборде. Честно, желания не было никогда. Ну, типа, зачем? Чем обычно, на склоны вышло больше людей. И число падений выросло с 38 в год до 70. Шестеро человек, к сожалению, погибли. Поэтому спасение этого лыжника впечатляет ещё больше. И поэтому я точно не собираюсь кататься на лыжах. Не, это прям кошмар. Трудная поездка. Обычно... Это выглядит так страшно, если че. Вот даже это... То есть видос... Если видос передаёт этот страх и ощущение, то что вообще он там чувствовал по факту, будучи в этой ситуации? Это просто... Ты никому не пожелаешь такого. Поездки на работу долгие, неприятные и скучные. Факты. В апреле 22-го года одна пассажирка оказалась в такой ужасной ситуации, что и злейшему врагу не пожелаешь. Она спокойно ждала поезд на станции в Буэнос-Айресе в Аргентине, как вдруг у неё закружилась голова. Упала. Люди поблизости с ужасом наблюдали, как она споткнулась и упала. Причём прямо под колёса движущегося поезда. Неужели... Блин, ты вот такой страх, если честно, ребята. В принципе, вот эта история в метро, да? Поэтому я, если стою в метро, я как бы заказал, в принципе, вот жду поезда, условно, да, в метро, то, во-первых, я стою вот так вот боком. Даже не потому, что ты там, тебе голова может... Голова может, наверное, у тебя у кого-то закружится. Действительно, это тоже очень опасно. Поэтому я не понимаю людей, которые прямо вот так вот на краю, понимаешь, на грани стоят и прямо ждут. Ещё и вот так вот прямо перед ним этот поезд проезжает. Они вот так, как будто... Я не знаю, либо-то они, типа, в какую-то русскую рулетку играют в этот момент. Таким, была не была, плевать. Это прям вообще жесть. Но я... Есть ещё вот какой-то другой страх. Я не знаю, может, у вас он тоже есть. Есть у вас такой страх, что вы будете стоять. Даже, может быть, не супер там на грани, прям впритык, да, ещё что-то. Но не обязательно на краю, прям, нет. Просто даже просто рядом будете там стоять, типа ждать поезда. Типа какой-нибудь ебанутый пробежит и вот так вот вас столкнет туда. Нет, ну, ни у кого такого страха. Может, это как-то, ну, типа, название есть этого, но... Не ловили себя на этой мысли? Ну, может быть, после этого видоса, после этого реакта будете ловить? Я не знаю, не за что, если будете. Но, тем не менее. Просто, ну, как бы, не знаю. Я себя на этой мысли ловил. Какая-то страшная идея, если честно. Потому что ты реально стоишь на краю, и, ну, какой-нибудь любой дурак может тебя взять и вот так вот толкнуть. Поэтому я себя поймал на мысли, что я специально вот боком вот так вот встаю. Во-первых, чтобы нельзя было вот легко прям, ну, незаметно подойти, не знаю, как тут взять, толкнуть. То есть, боком вот так вот стою. И всегда где-нибудь подальше. То есть, я жду, пока поезд приедет. Может, немножко там остановится. И только тогда я уже подхожу. Да, возможно, из-за этого, если там какой-нибудь час пик, еще что-то, можно не успеть зайти. Ну, может быть, такой, если прям совсем плотником. Но лучше так, чем, ребята, тип, который пробегает мимо и толкает тебя на это, на железную дорогу. М-м-м. Лучше, лучше так. Ну, может быть, это какая-то, конечно, ебанутаясь в целом. Так вот, вот какая-то, не знаю, что как это назвать даже. Да, в принципе, самая идея и мысль, что ты об этом думаешь. Но, ну, блин, страшная же идея. Это же, ну, реально может кто-то, кто угодно подбежать. И вот так вот, это так легко, типа, сделать, по сути. Поэтому, ребята, становитесь вот так вот боком, во-первых, чтобы, если что, видеть, что, куда, зачем, почему. И подальше, подальше от края, подальше от края. То мало ли. Она погибла. Определенно так казалось. Женщина не просто ударилась о поезд, а полностью исчезла под ним. Ну, это вообще жесть. Состав с визгом остановился, и вокруг того места, где она упала, собралась толпа. Но женщины не было видно. А потом люди услышали, как она зовет на помощь. Что? Живая? Она выжила? Да, она проскользнула в паре сантиметров под вагонами, когда они пронеслись над ней. Прикол. Ее прижало к краю платформы. И еще мгновение, и она бы превратилась в человеческое смузи. Удивленные очевидцы вытащили ее и удивились еще больше, когда увидели, что она почти не пострадала. В больнице врачи выяснили, что у нее... Из-за нее еще суперспособности, блядь, появятся какие-то или что? Прям так рассказывают, что? Упало кровяное давление, что и привело к падению. Но уже через пару дней она была на пути к выздоровлению. Не на железнодорожном, к счастью. Не забываем, это стендап, вот и факт. Личный. Упасть в ледяную расщелину или упасть под едущий поезд? Как думаете, что страшнее? Я думаю, и то, и другое страшно. ... расщелину, то лайкните видео, а если за поезд, то подпишитесь на канал. А если думаете, что это какой-то странный байк, на лайки, на подписки, напишите там комментарии, подпишитесь здесь, поставьте палец. А-а-а? Ну ладно. Тогда давайте послушаем другие чудесные истории. Чудесные. Комната вечного покоя. Я этим не горжусь, но мой туалет в таком состоянии, что он испугает даже Пеннивайза. Но он хотя бы не опасный. А когда 58... Это в каком он состоянии? Типа... Ты что, прям... Ты прям на него, что ли, срёшь? Милетний житель Нью-Йорка Мишель Пьер пошёл в туалет однажды в 13-м году. Он не подозревал, какой кошмар его там поджидает. Закончив свои дела, Мишель уже собрался смыть. Вот только унитаз не собирался это делать. Он взорвался. Весь унитаз разорвался на сотни осколков фаянса, которые разлетелись в разные стороны, как большая вонючая граната. От взрывной волны Мишеля отбросило, и он ударился о стену, из-за чего потерял сознание. Когда он очнулся, то лежал в луже воды и среди разломанного фаянса. Шокированный, раненый, но, к счастью, живой, Мишель вызвал спасателей. Его отвезли в больницу, где ему нанесли 30 швов. Он выздоровел, но что именно произошло? Это не было делом рук туалетного клоуна. Какое-то давление, трубы, все дела. Вот это, наверное. Оказывается, в тот день в доме отключили водоснабжение для сантехнических работ. И когда Мишель спустил воду в унитазе, в трубе сильно поднялось давление. В результате чего лопнул не только унитаз Мишеля, но и три других в здании. Я привык к взрывам в уборной, но не к тем, что... А как? А в смысле? А почему так произошло? Так разве должно быть? В том плане, что, ну, проводят они сантехнические работы. Это же не значит, что нельзя вообще ничего... Ну, как бы, либо они предупредить должны были как-то. Я не знаю, что никто не должен использовать там туалет или еще что-то. Либо там что-то неправильно сделали, что он прям... Ну, все взорвалось нафиг. Это странно. Это очень странно. Странно. Лесобум. Деревья одни из самых ценных ресурсов и жизненно важный источник кислорода, которым мы дышим. А еще они бывают опасны. В этом убедился канадский лесоруб Джереми Кадот на собственном опыте в 17-м году. Джереми распиливал особенно большое дерево, но вдруг услышал подозрительный громкий треск. Ох, йо, ох, йоу. Джереми налево, направо. Офигеть. Фух. Одно неверное движение, и его бы отдирали с земли лопаткой. Он так еще крутанулся. Видимо, основание дерево прогнило, но Джереми не заметил этого, пока не пропилил ствол. Из-за гнили он был слабым и раскололся вертикально посередине. Кстати, это называется парикмахерское кресло. Блин, по сути, ему повезло, что оно не упало вот на него, да, в его сторону. Скресел, в которых голова откидывается назад, а ноги вперед. По чистой случайности Джереми прыгнул в нужную сторону и спас себя от неприятных кончений. Вот это везение. Жесть. Шоколадный взрыв. Так, еще один взрыв. Прочитав в детстве в Велевонку и шоколадную фабрику, я мечтал работать именно в таком месте. Но оказывается, реальность меньше похожа на умполум... Ну, как-то, если честно, не особо мечталось там работать. Поддупите ду, а больше на «Спасите, я умираю». Это подтвердит работница фабрики в Пенсильвании Патриция Борхес. В апреле 23-го года она пришла на работу, как обычно. Но в тот день ее напряг странный запах газа в воздухе. Патриция сообщила об этом начальнику, но он сказал, что этим займется кто-то другой. Большая ошибка. И начальник такой, а это явно не мои проблемы. Как дословно эта фраза звучит? А это явно не мои проблемы? Или... А это уже не мои проблемы? Вот как-то так, по-моему, да. А это уже не мои проблемы. Прикольно. И все. Не моя проблема. Помещение охватило сильное пламя. От взрыва Патриция загорелась. Жесть. В панике она бросилась бежать, но пол под ней провалился, и она упала в огромный чан с жидким шоколадом в подвале. Жидкости в чане было всего по грудь, и она погасила пламя и смягчила падение. Но он не был, типа, горячий, да? Температура там не была жидкого шоколада жесткой. То спасло женщине жизнь. Однако она сломала ступню при падении, а из-за роста не могла выбраться. Она была в ловушке. Вскоре прибыли пожарные, но они не заметили Патрицию и не услышали ее криков о помощи. Сверху начала литься вода, и Патриции удалось выбраться, когда уровень жидкости в чане достаточно поднялся. Перевалившись через край, она снова упала и оказалась в луже воды по пояс на цокольном этаже. Не в силах идти, она схватилась за пластиковую трубку и закричала из-за... Господи, это звучит как сюжет для того, чтобы фильм снять. Я тебе серьезно говорю. Фильм вот на примере какой-нибудь, типа, как 127 часов. Просто участие одного актера в экстремальной ситуации, и то, как это все развивается, как она оттуда выбирается. Это можно экранизировать, мне кажется. Всех сил. Бесполезно. Прошло несколько часов. Но когда надежда уже иссякла, Патрицию нашли спасателя. Раненую, замерзшую и растерянную женщину вынесли с фабрики и отвезли в больницу, где, к счастью, она скоро должна полностью выздороветь. Фух. Не знаю, как насчет Вилли Вонки, но это была безумная история о выживании. Чисто вкинул. Не знаю, как насчет Вилли Вонки. Что ты не знаешь, как насчет Вилли Вонки? При чем тут вообще он? По лезвию. По лезвию. Кто-то любит ремонтировать сам. Я не из таких людей, и все из-за подобных видео. Да кому ты? Кому ты тут это самое? Просто ленивый. Это все нормально. Ленивый всем, и ленивый. Немножко. И что это такое? Этот парень работал с угловой шлифовальной машинкой, вращающимся лезвием для резки металла. Талла. Если вам это кажется опасным, то вы правы. Видимо, в ходе работы лезвие сломалось, отлетело и застряло в Панаме. А в Панаме? Не в голове? Лезвие Панамы остановит летящее лезвие. Это маловероятно, но, наверное, все же возможно. Но если присмотреться, можно увидеть, что он держал прибор в правой руке. Когда он показывает лицо, то лезвие, видимо, тоже на правой стороне Панамы. Но посмотрите на надпись. Изображение отражено. Если его перевернуть, то лезвие уже будет слева. Блин, мне показалось, оно не в Панаме, а у него в башке. Возможно, он пользовался левой рукой. Но если бы лезвие соскочило во время вращения, разве какая-то ткань смогла бы его остановить? Не знаю. Очень удобно, учитывая, что на нем нет защитного снаряжения. Слишком уж большое совпадение. Так что же, это какой-то фейк? Я считаю, что это постановка для ТикТока. А, тогда пошел нафиг. А как думаете вы? Поделите. Ну, я думаю, это странно выглядит просто. История. Мозг – поразительный орган. Он не только отвечает за все наши действия и чувства, но и работает, несмотря на сильные травмы. И в 16-м году 12-летняя девочка Нита из Индии убедилась в этом неприятным образом. Она страдала от судорог, головных болей и слабости больше двух лет, но никто не знал почему. Неожиданно все стало настолько серьезно, что у нее парализовало правую половину тела. И она не могла есть сама. Родители отвезли ее в больницу, где ей сделали МРТ, и врачи совершили ужасное открытие. Личинка ленточного червя жила в кисте в ее голове почти 10 лет. Поздравляю с новой фобией. Фу. Видимо, Нита съела личинку, когда была маленькой в какой-то еде. Она пробралась в мозг и начала там расти. Позже киста стала такой крупной, что весила больше полукилограмма. То есть она разрослась практически до размера мозга. Это ужасно. Врачи были поражены. Такой нарост мог разорваться в любой момент и убить девочку. Но каким-то чудом она выжила. Но из-за того, что киста была близко к мозгу, она вызвала ряд осложнений, которые привели к параличу. Оставался только один выход. Операция. Удивительно, но через два с половиной часа киста была успешно удалена. И Нита не пострадала. Две недели спустя все симптомы уже исчезли. Нита стала обычной девочкой и теперь наслаждается жизнью. Бля, а мы вот после этого факта уже... И уже немножко что-то поменялось, понимаешь? Что-то в тебе изменилось после этого факта. Почти автокатастрофы. Это капец какой-то. Вы умные люди, вам не надо говорить, чем опасно вождение. Надеюсь. Но на дороге гораздо больше рисков, чем вы можете представить. Ну, например, на дорогу могут упасть деревья. Пожалуй, вообще какая-то... Это, наверное, самое жесткое, что показали в этом выпуске. Именно в плане... Там просто сидит червь у тебя в башке, понимаешь? Просто на пол головы у тебя червь тусит. Жесть. И светофорчик такой. Здорово. Секунда раньше этому водителю пришел бы конец. Ну, кстати, а насколько конец? Оно прям настолько тяжелое, это дерево. Мне кажется, оно даже и не то самое, не особо помяло. В 2018 году женщина ехала по шоссе... Хотя, хрен знает, может и помяло бы на самом деле. Это просто так на видосе выглядит легко, оно как будто бы такое падает. А по факту там, ёп твою мать. ...когда из пикапа впереди вылетел лист фанеры и прилетел прямо в ее машину... ...пункт назначения... ...обив лобовое стекло. Удивительно, но фанера не коснулась женщины, хотя и была очень близко к ее шее. Чудо, что ей удалось остановиться, не потеряв управление. Жесть. Водитель пикапа плохо закрепил листы, и эта проблема свойственна водителям более крупных грузовиков. Тиктокер Эллоу420 выложил видео с похожим инцидентом, записанное, когда он ехал за лесовозом... ...это прям, это вообще, это сцена из пункта назначения. ...с бревнами. Это буквально сцена из фильма. Какая жесть. Какая жесть. Это прямо как сцена из пункта назначения. В общем, предупреждение для всех, кто перевозит что-либо на грузовиках. Проверьте дважды, трижды и четырежды свой груз. Можно проверить пять, шесть и даже семь раз, если хотите. Это все десять. Да что там, восьмая проверка не повредит. Даже если вы будете избегать грузовиков, вы все равно можете оказаться в опасной ситуации. Один мой зритель проезжал мимо грузовика, когда... Прям зритель? ...тормозная колодка отлетела от колеса и попала в стекло. Он ударил по тормозам, и, к счастью, колодка совершила полет, никого не ранив. Но это показывает, что случится может что угодно. И никто не знает это лучше, чем Маурисио Энао из Калифорнии. Он сидел в машине, приезжал в машине. Припаркованную у подножия холма, когда ему позвонила его девушка и попросила вернуться домой, чтобы что-то проверить. Маурисио вышел из машины и пошел домой. Но как только он переступил порог, раздался громкий грохот, за которым последовал треск. Шокированный Маурисио обернулся и ужаснулся тому, что увидел. Огромный камень упал на крышу его машины, раздавив ее. Он скатился с холма из-за оползня. Ебать, что? Если бы девушка не позвала Маурисио за пару секунд до этого, его бы тоже раздавило. Иногда секунды решают все. Это такая дичь. Это просто вторая днюха у Маурисио. Чудесное падение. Есть такие истории, которые поражают и заставляют все перевернуться внутри. Как это. В маленькой Индии... Как и все эти, на самом деле. Все эти истории, которые мы сегодня успели увидеть, услышать, посмотреть. В ушке Вуттер Прадеш девушка по имени Таиба пошла на прогулку. Она увидела... Идет такая, идет погулять где-то там. На стройке, видимо. ...в строительную площадку и заинтригованно решила обследовать ее. Это было опрометчиво... Это очень глупая идея в целом. ...решение. Площадка была завалена камнями и недостроенными зданиями, а Таиба не то чтобы соблюдала осторожность. Поэтому она споткнулась и упала, приземлившись шеей на длинный стержень, торчавший из кирпича. К счастью, поблизости были люди, которые увидели, что произошло. Они побежали за помощью, и вскоре на место происшествия прибыла скорая. Женщину надо было срочно отвезти в больницу. И когда врачи увидели Таибу, они были поражены. Каким-то чудом стержень не задел жизненно важные нервы и сосуды в голове. Медики медленно вытащили его, и через 35 минут все было кончено. Нахренеть. Как ни странно, Таиба выжила... Пошла она тоже стройка еще раз. Ну, не успела просто осмотреть ее. ...и выписалась из больницы через три дня без осложнений. Ого. У меня аж челюсть упала на пол. Бадумц. Хорошо, что в нем не было никаких стержней. Лучший друг девушки. Так. В 12-м году, после происшествия, которое я не могу назвать без риска демонетизации, женщина по имени Микелина Карс-Пржак оказалась связанной с запертой внутри картонной коробки, закопанной в землю. Осознав опасность своего положения... Чего? ...вложения она старалась дышать как можно меньше, чтобы сохранить кислоту. В смысле, подожди, ее кто-то закопал туда, запихнул или что? Я не очень понимаю. ...и начала лихорадочно думать о том, как ей спастись. Наконец, она вспомнила, что у нее на пальце обручальное кольцо. Бриллиант выступал из кольца, и она могла использовать его как этакий режущий инструмент. С отчаянной решимостью, женщина принялась разрезать веревки на запястьях и в конце концов смогла высвободиться. Нихера себе, круто. Теперь пришло время для коробки. Она оказалась крепкой. Но после неимоверных усилий и множества ударов и царапин, Микелине удалось разорвать. Как будто это какая-то Трукраймовская история, да? Как будто бы где-то на Ютубе, возможно, есть полноценный Трукраймовский выпуск про эту историю. На женщину посыпалась земля, и, собрав последние силы, она пробила почву насквозь и вновь... Вот прям убить Билла. ...видела небо. Она была очень рада. Измученная, но живая, Микелина выбралась из коробки, дошла до дороги и остановила автомобилиста, который вызвал полицию. Еще одна история для экранизации, по сути. Вскоре человека ответственного за это арестовали. И приговорили к 20 годам тюрьмы. С катертью дорожка. Огромная сила... Как будто бы даже мало. Настойчивость и воля помогли Микелиневу... Ну, типа, он человека, по сути, решил убить. Просто, ну, типа, обычно вроде как их пожизненно сажают, нет? ...браться из ямы. Но если бы у нее не было кольца, все могло бы сложиться иначе. Конечно. Видимо, бриллианты и правда лучшие друзья девушек. Кобальтовый кошмар. Как показала история, профессия шахтера... Такой, конечно, сегодня у нас с тобой в виду сборника. Просто каких-то, блядь, историй, вроде... Найс худше. Помимо долгих часов работы и опасности, условия, мягко говоря, неприятные. Кругом темно, сыро, холодно и вообще похоже на могилу. Но в некоторых частях света люди до сих пор вынуждены работать в таких условиях и спускаться в шахты ради денег. Как добытчики кобальтов Конго. Кобальт важный минерал, используемый в аккумуляторах. И на Конго приходится 70% его запасов. В общем, это большое дело. Проблема в том, что его добыча связана с нарушением прав, коррупцией и плохой безопасностью. Плохая безопасность. В марте 23. Смотри, вы довольны. Счастливые, улыбаются, все у них хорошо, день прекрасный, погода вообще огонь, работы много, кобальта еще больше. С 2003 года шахтеры работали под землей, когда произошло худшее, что могло случиться. Обрушилась шахта. Прижатые к земле в крошечной темной пещере, потолок которой рушился с каждой секундой, они рисковали погибнуть. А представь быть шахтером с клаустрофобией. Это вообще такие есть? Похоже на кошмар, но так погибают многие шахтеры. Даже официально свыше 15 тысяч шахтеров умирают каждый год. Жесть. Но эта цифра наверняка выше, учитывая необъявленные... Ну это очень опасная работа, конечно. ... и несчастные случаи. По некоторым подсчетам их сотни тысяч. Так, погоди. Нравятся тут реакции. А на бусте их еще больше. Там и аниме, и фнаф, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Очень плохие шансы. К счастью, для тех шахтеров наверху были другие рабочие. Они героически бросились помогать и начали быстро копать землю голыми руками. Но времени оставалось мало. Шахта находилась на склоне, и обвал привел к дестабилизации грунта наверху. Из-за чего камни посыпались прямо на спасателей. Но они все равно продолжили копать. И уклоняясь от комьев земли, как Мухаммед Али, они смогли спасти своих товарищей. Все девять пострадавших шахтеров один за другим выбрались из заваленной шахты и оказались в безопасности. Фух, повезло. Но я бы сменил профессию на их... Ну, как повезло. Как посмотреть. Но повезло, что люди такие, конечно, попались рядом. Вместе. Окно возможностей. Так. Я люблю летать на... Что-то мне подсказывает, что это какое-то каламбурное название, да? С приколом каким-то, походу. С шуточкой каким-то, стендапом. В самолетах. Просто обожаю. Но некоторым людям это нравится меньше. И после истории рейса British Airways 5390, я могу их понять. Все началось за пару дней до вылета самолета. Во время планового осмотра начальник смены заметил, что надо заменить лобовое стекло со стороны капитана. Он принялся за работу, но почему-то не прочитал инструкцию по эксплуатации и использовал не те винты, чтобы прикрутить стекло. Они были слишком узкими для него. Но после того, как он сам одобрил результат, самолет допустили к полету. Через два дня 81 пассажир и 6 членов экипажа сели на борт в Бирмингеме, готовясь вылететь в Малагу. Они не знали, что их ждет самое ужасное путешествие в жизни. Началось все как обычно. Через 10 минут после взлета два пилота, капитан Ланкастер и первый помощник Алистер Эдчисон находились в кабине с бортпроводником Найджелом Огденом, а стюарды готовили еду. Но когда самолет поднялся на 5 километров, все изменилось. На этой высоте разница давления снаружи и внутри была слишком велика для плохо установленного бокового стекла. Винты, которые его удерживали, отвалились, и оно вылетело. Самолет сразу же погрузился в хаос. Из-за разгерметизации дверь кабины сорвала, и она врезалась прямо в рычаги управления, заблокировав их. Что еще хуже? Капитана Ланкастера наполовину высосало из самолета, и он остался прижат к носу, а его ноги упирались в панель управления сухой. Подожди, мы не про эту историю смотрели у Топа, по-моему, где-то это было, где-то это было, такая история была. Но может быть это не та же история, может это похожая, конечно, но точно было. Огден поспешил ему на помощь и схватил его за ноги в самый... Да, 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 это она. Офигеть, это она, забавно. Не помню в каком конкретно выпуске это было, в каком конкретно реакте, но это было. Это было. Но это была не единственная проблема. Так как ноги Ланкастера упирались в панель управления, автопилот отключился, и самолет начал пикировать. Такая кошмарная история. А так как рычаги были заблокированы, Эдчисон никак не мог это остановить. Самолет несся к земле, как пуля, выпущенная из пистолета. Эдчисон изо всех сил пытался вызвать помощь, но ветер в кабине был таким сильным, что он ничего не мог расслышать. Внезапно в кабину ворвались еще двое бортпроводников и... И заходят. Что? И принялись бить по двери, пока не сломали ее. Рычаги были освобождены. Затем они поспешили помочь Огдену, который обморозился, пытаясь удержать капитана. Но он, насколько я помню, потом все нормально все с ним было, кстати. Он восстановился вроде как, и все окей было. Со свободными рычагами Эдчисон сумел взять самолет под контроль. Но оказалось, что Ланка... То есть, типа, реально... И потом он даже, по-моему, он восстановился и потом, ну, продолжил летать. Насколько я помню. Мастеру пришел конец. Его тело скользнуло за борт судна, и теперь он лежал, прижавшись лицом к окну снаружи. Его кожа посерела, а глаза не моргали. Но его не могли отпустить, чтобы он не попал в двигатель, потому что тогда бы самолет рухнул. Конечно. Эдчисон снизил скорость так, чтобы можно было попробовать... Просто, понимаешь, из-за одного дурака, просто из-за одного безответственного дурака. Просто результат. ...приземлиться. Вот только теперь он был над Саутгемптоном, городом, который он не знал. Полагаясь только на указания авиадиспетчера и оставшись без капитана, Эдчисон совершил то, что считал невозможным. Он посадил самолет. Более того, он посадил его так, что ни один из пассажиров не пострадал. Это невероятно. Экипажу повезло меньше. У него были травмы от обморожения и вывиха плеча, но все могло быть гораздо хуже. Конечно. И, конечно, был капитан Ланкастер. Он пробыл снаружи самолета на ветру со скоростью 600 км в час к детям... Я помню фотку даже его, которая там была, по-моему, в том выпуске, где он в больничке лежит такой, что-то довольный смотрит. Просто, типа, просто железный человек. ...пература была минус 17 градусов Цельсия. Но через несколько минут после посадки он открыл глаза. Вопреки всем... Так вот что, все, прилетели, да? ...Симон все-таки выжил. Конечно, его отвезли... Вот, 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 вот эта фотография. Так это та же история тогда, да, правильно все-все... Правильно я все вспомнил. ...больницу, так как у него было обморожение и переломы. Но он выздоровел. То, что он выжил, было настоящим медицинским чудом. Это вообще жесть. ...последовало масштабное расследование... Типа такое, понимаешь, увидел такое, пережил. Вообще в этой ситуации все они такое пережили, что... ...которое привело к пересмотру подготовки обслуживающего персонала. Так что такое не повторится. Не то, чтобы это отпугнуло Ланкастера. Через пять месяцев он уже снова летал. Ну, видите, как я внимательно эти выпуски смотрю. Все, все абсолютно видос, которые мы смотрим, все помню. А это было, по-моему, мы смотрели, не знаю, год, наверное, полтора назад. Или типа того. Кабы на его месте старался остаться на безопасной земле. Ну, я не сразу понял, о чем. Но вот когда показали, что он там в окно влетел, его держали за ноги, я сразу вспомнил, конечно. Это просто жизнь. Это история, она просто... Я не знаю. Ему есть что после этого рассказывать, скажем так. И всем там, кто был. Гнев машины. Но лучше бы вообще такого не происходило. Слова, которые особенно часто ассоциируются с инцидентами, это тяжелые и машины. И, наверное, самый ужасный несчастный случай, это тот, про который я расскажу. Приготовьтесь, это жестко. Да, ты уже нас приготовил, понимаешь. Все, подготовил в течение вот прошедших 20, а у нас с тобой вообще 30 минут. В 2008 году 25-летний рабочий Мэтью Лоу стоял рядом с автоматическим конвейером на фабрике у Барнсли в Англии, как вдруг его комбинезон застрял в механизме. Он не успел отреагировать, как его затащило в конвейер, который направлялся к крошечному отверстию. А всегда должна быть одежда такая, чтобы ты, знаешь, какую-нибудь кнопочку нажал и оп, и вылез из нее. Чтобы всегда удобно было в случае чего. Мэтью запаниковал. Он никак... Все, жопу засосал. Не мог высвободиться, а его комбинезон накрепко застрял в конвейере. Его вот-вот раздавят. В последнюю секунду он заметил щель побольше, чуть ниже первой, и быстро просунул в нее голову. Но для остального тела уже было поздно. Помните футляры для сиди? Представьте, как все тело проходит через отверстие размером с него. Мне даже страшно представить, каково это было. Машина сживала Мэтью, как будто он был сделан из пенопласта, и выплюнула на пол. Его одежда была изодрана, а почти все кости полностью сломались. Но каким-то образом он остался жив и даже в сознании. Тогда-то он ощутил боль и закричал. Его услышали коллеги, поспешили ему на помощь и вызвали скорую. Когда приехали медики, они не могли поверить, что Мэтью еще дышит. Он был в ужасном состоянии. Они максимально осторожно положили его на носилки и отвезли в больницу. Но испытание еще не закончилось. В таких случаях требуется по частям скрепить раздробленные кости специальными металлическими стержнями. Множеством стержней. Врачам пришлось провести шесть операций, прежде чем Мэтью смог передохнуть. Как ни странно, он выкарабкался. И 18 месяцев спустя почти полностью выздоровел. Да, он отделался лишь небольшими проблемами с рукой, и все. Возможно, еще удивительнее то, что он вернулся на работу на тушек... Ну, по рассказу, не только. ...фабрику. Я надеюсь, что его больше никогда не заставляли носить комбинезон. Фух, лучше... Ебучий комбинезон. ...на этом закончить, правда? Ребята, такой вот видос от ВТФАКТа. Ну, прям сборник, конечно, историй, но полностью оправдывает название самого ролика. Ссылочка на оригинал внизу. Такая вот реакция. С тебя пальчик, комментарий, подпишись на канал, чтобы ничего не пропускать. Обязательно зайди в Телегу. Там вся информация про ролики реакции. Есть бустик, где мы смотрим, и выходят реакции на анимешки, сериалы, мультсериалы, фильмы, мультфильмы, и много всякого разного. Ссылочка внизу. Все, родные. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Пах!